Актёр МакМохан, имея за плечами почти 200 фильмов, знаком всем любителям индийского кино 70-х и 80-х годов. Большинство киноманов знали о нём по небольшой роли Самбхи в одном из величайших фильмов Болливуда «Мести закон», но он был намного больше, чем эпизодический актёр. МакМохан – артист с большим театральным опытом, член Ассоциации Индийского народного театра и бывший игрок в крикет. На самом деле он был первоклассным игроком и капитаном нескольких команд. Родился 24 апреля 1938 года в столице Пакистана – Карачи. Но когда его отца, офицера индийской армии, перевели в Мумбаи, вся семья переехала в Индию. Во время учёбы в колледже МакМохан увлёкся театром и играл в пьесе с Шаукат Каифи, актрисой и женой поэта Каифи Азми и матерью – актрисы Шабаны Азми. Именно она настояла на том, чтобы МакМохан обратил внимание на актёрскую карьеру и присоединился к Индийской народной театральной ассоциации. МакМохан был известен своим уникальным стилем и телосложением ещё со времён учёбы в колледже. Потом он поступил в актёрскую школу, где интересного парня сразу заметили и предложили эпизодическую роль в фильме «Жить и любить» 1964 года, где вы можете увидеть его танцующим без бороды в одной из песен. Официально он начал свою карьеру в кино, помогая Читану Ананду в фильме «Подлинное событие», который стал его дебютным в кино. Он продолжал играть в театре, но 70-е годы стали его пиком, когда МакМохан появился почти во всех блокбастерах на хинди – «Главарь мафии», «Чёрный камень», «Красивая жизнь» и другие. Тем не менее, Месси Закон остаётся самой памятной ролью актёра. Крикет также был неотъемлемой частью его жизни. Он активно следил за чемпионатами мира, сам играл в отраслевых матчах, дружил с главным тренером индийской сборной и всеми игроками, а дома у себя устраивал дружеские матчи со звёздами кинематографа. Его дочери Манджари и Винати вспоминают, что особенно часто к ним приезжали играть в крикет семья Капур. Настоящее имя актёра – Мохан Макинджани, но его стиль был настолько заметен, что люди с любовью называли его Маки, Макина и т.д. Мак – это кусочек его фамилии Макинджани, который стал именем-псевдонимом. Независимо от того, какой длины были его диалоги, актёр всегда выкладывался на 100%. Он очень серьёзно относился к своей работе. По этой причине его трудно было не заметить в фильме, даже если он появлялся на несколько секунд. В 1986 году Мак Мохан женился на девушке-докторе по имени Минни. У супругов родились две дочери и сын Викрант. Обе девочки связали свою жизнь с искусством. Манджари снимает короткометражные ленты мирового уровня, а Винати – актриса и продюсер, которая создаёт фильмы под знаменем компании, названной в честь отца – Мак Продакшнс. Девочки работают в дуэте. Многие их фильмы посещают международные фестивали и получают награды в США, Австрии и Европе. Интересно, что Мак Мохан приходился дядей по материнской линии актрисе Равини Тандон. В ноябре 2009 года Мак Мохану внезапно стало плохо. Обследовавшие его врачи обнаружили опухоль в правом лёгком. 10 мая 2010 года в возрасте 72 лет актёра не стало. Друзья, а вы помните этого актёра? Поделитесь в комментариях. С вами была Мила, до новых встреч!